Не могу справиться с тем, что постоянно загоняю себя в выгорание. Корректирую поведение, но так или иначе довожу себя до опустошения. А вот это хорошо. Не потому что все остальные плохие, а потому что выгорание – это важная тема, где человек, где у нас важно разобрать на точке роста тему выгорания. Поэтому, Оля, давайте звоните. Ольга, да же? Да. Не могу справиться с тем, что постоянно загоняю себя в выгорание, корректирую поведение, но так или иначе довожу себя до опустошения. То есть, человек, в принципе, осознает, понимает, но поведенческие стереотипы работают. Давайте разбираться. Оля, звоните мне, пожалуйста. Очень такой кейс, я думаю, что многим будет полезно. Алло, меня слышно? О, заговорила. Прекрасно. Слышно меня нормально? Да, да, сейчас слышно. Здравствуйте. Привет. Давай на «ты», ладно? Да. Сколько? Двадцать шесть тебе лет? Нет, мне тридцать один. Ничего себе. А выглядишь на двадцать шесть. Хорошо сохранилась, спасибо. Что, в холодильнике спишь? Нет, постоянно загоняю себя в выгорание. Ну, для выгорания ты неплохо выглядишь. Спасибо большое. Вообще, люди, которые выгорают, не выглядят на свой возраст. А тут прям двадцать четыре, двадцать шесть максимум. Свежая фотка-то, нет? Свежая, но мне часто говорят, что я выгляжу моложе. Это, скорее всего, генетика. Но, к сожалению, это не моё отношение к жизни. Потому что обычно получалось так, что я себя чувствовала старше. Любишь страдать? Нет, наоборот. Серьёзно? Поэтому часто получается, что вместо того, чтобы страдать, я люблю предпринимать какие-то действия. И это как раз и приводит меня к тому, что я, скорее всего, где-то переоцениваю то, какую нагрузку я могу на себя взять. Я упахиваюсь, и затем я просто привожу себя в такое состояние, когда я всё, что я делаю, делаю, скорее всего, по инерции. Но никакого удовлетворения я от этого уже не ощущаю. Будь что работа, личная жизнь, и вообще даже не зависит от сферы, я бы сказала. Приведи пару примеров. Что это за действия? Ну вот я себя, к примеру, вспоминаю со студенческого возраста. Я, в принципе, в плане учёбы у меня всегда всё шло легко. Но когда я получила первую работу, которая мне очень нравилась, и там были довольно-таки на тот момент авторитетные для меня люди, мне очень хотелось занять хорошую роль, позицию, быстро получить какие-то достижения в карьере. И вот я обычно, кстати... Зачем тебе нужно было это сделать? Для меня это было очень важно по той причине, что мне всегда нужно лезть, как вы говорите, на какую-то гору. Для чего? И когда... Я не понимаю, честно сказать. Я когда это получаю, у меня просто какое-то разрывающее чувство пустоты. И так было с работой, так было с браком, с семьёй, с очередной работой. Я просто вот сверхусилиями, какими-то стараниями, я довожу до определённой точки, где я получаю то, что я хочу. Но на тот момент, когда я это получаю, мне уже это не нужно и не приносит никакого удовольствия. В качестве примера так было выгорание на работе. Так произошла моя попытка создать идеальное отношение и семью. На тот момент довольно модно таки было рассказывать о том, что женщина должна быть замужем, нужно немножечко где-то сбавить свои амбиции, мужчина-лидер и так далее. И после выгорания на работе я решила, что... На тот момент у меня начались отношения с моим будущим мужем, и я поняла, что, возможно, где-то я передавливаю, пытаюсь получить лидерскую позицию везде во всём, за что я берусь. Для чего? Мне страшно обычно было быть слабой. Я очень это презираю в людях. Меня это очень... А что будет, если ты будешь слабой? Я не смогу никому помочь. Я ничего не смогу сделать, ничего из того, что я хочу, у меня не появится. Не могу помочь кому? Своим близким, тем людям, кого я люблю. Кто-то бухал в детстве? Нет. А кому ты пыталась помочь в детстве? Ну, это... В принципе, это давняя, я бы сказала, это пройденная история. Мне часто хотелось защитить свою маму. От кого? Была такая ситуация в семье, когда у неё были постоянные какие-то стычки со свекровью, и папа держал более нейтральную позицию. И я видела, что маму, грубо говоря, в каких-то моментах просто травят. Мне хотелось где-то подстраховать, где-то прикрыть, где-то стать, возможно, какой-то опорой. Сколько тебе было лет? Ну, сколько лет. Это детство, в принципе, было. Но я не считаю, что это основная сейчас причина, потому что эти все вещи я в себе вижу, и вот как раз вот это я могу остановить. А что, если бы ты заболел? Вы знаете, часто выходит так, что когда что-то происходит с людьми, меня почему-то тянет быть с ними рядом и помогать. А когда что-то... Было бы странно, если бы тебя не тянуло туда. Да, но когда что-то происходит со мной, почему-то все, что нужно сделать, где-то подстраховать, это как-то пробуксовывает. А что бы ты думала о себе, если бы ты попросила о помощи? Что я слабая, что я где-то не дорабатываю, где-то, возможно... Возможно... И если ты слабо и не дорабатываешь, что это о тебе говорит? Что все останется как есть, что не будет никакого прогресса, что... Если не будет прогресса, что это значит? Ничего не изменится. И что будет? Я не буду чувствовать никакого удовлетворения от того, как я живу. И что? Ну, мне кажется, это нормальное желание. Каждый человек хочет быть счастливым и хочет как-то двигаться вперед. Ну, я смотрю, это прям счастливая пипец. Нет. Я вот сегодня буквально натолкнулась Подожди. Отсюда вывод первое. Вот это сейчас очень важно для тебя понять. Если бы твои вот эти вот... обязательства, которые ты на себя взвалила, сейчас мы об этом поподробнее с тобой поговорим, были бы эффективны и твои убеждения про твою всегда работоспособность, действия, преодоление, если бы они были эффективны, тебя бы здесь не оказалось? Я это понимаю, потому что вот этот 2020 год это был для меня год, когда все практически, что я строила, ну, таким серьезным трудом, развалилась. И если бы у меня не было мыслей, что, ну, что-то в этом всем не так в моих действиях, и я не пыталась это корректировать, скорее всего, меня бы завалило в конкретную депрессию. Скажи мне, пожалуйста, что ты о себе думаешь, когда ты занята делами? Что я приношу пользу, что у меня есть какое-то развитие, и я вижу какую-то цель. А кто-нибудь аборт хотел делать в детстве? Да. Расскажешь? Ну, я конкретики такой не знаю. Я знаю, что часто мне говорили о том, что мама вышла замуж на тот момент рано, у нее были планы на карьеру, которые не состоялись, и я чувствовала себя виноватой. Ну, где-то в 25 лет я поняла это, и я стала отвязываться от этой идеи. Какой идеей? Расскажи про чувство вины. Я перестала чувствовать себя виноватой. Когда я сама стала мамой, и я стала барахтаться в этом всем, что я могу заниматься и работой, и ребенком, и у меня получается это совмещать почему-то, я поняла, что у меня не должно быть чувство вины, что я не была таким колоссальным препятствием на самом деле. Я думаю, что тут ты молодец, но ты кое-что, ты себя обманула, мне кажется. Ты чувство вины и обязательства, которые ты на себя, видимо, взвалила все-таки, ты их трансформировала в твою работоспособность. Да, лошадины отчасти. Потому что это никуда не делось. То, что ты себе объяснила, что ты поняла, что кто-то хотел ранний брак, это все логично. Ты это осознала как девочка неглупая, это видно сразу, да? Но ты не увидела, что ты просто взяла одну историю и переложила ее в поведение. Вот куда ты бежишь, что все. У тебя все вот эти действия, это зарабатывание права быть. Именно поэтому, когда ты ставишь какие-то цели, и пока ты до них как бы гребешь, ты имеешь право быть. Имеешь право быть нормальной, полезной. А когда ты к цели приходишь... Подожди. Когда ты к цели приходишь, у тебя выпустошение. А пустошение очень по простому принципу. Уже цель не твоя. А цель невротическая, чтобы грести. То есть цель не ради цели, а цель ради того, чтобы грести. Потому что если не гребешь, то я плохая. Ну, я не могу... В чем-то во многом это так. Но вот, к примеру, в профессиональной деятельности. Я знаю, что я хочу получить определенную сертификацию. Я тщательно готовлюсь к экзамену. Мне интересно. У меня такой драйв. И я просто кайфую, когда я это получаю. Но длиться это буквально... Я не могу сказать, что это не моя цель. Вот это как раз моя профессиональная деятельность, которая мне очень нравится. Но вот длиться вот это удовольствие от достижения, наверное, часов восемь. А потом я просто стою, и я не понимаю, что мне делать дальше, чтобы почувствовать опять какую-то радость или... Я просто начинаю выбирать... Стой, 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 стой. Повтори еще раз эту фразу. Я начинаю выбирать действия опять, чтобы почувствовать... Ну, как... что мне есть для чего жить, да. Ну, слышишь, что ты говоришь? Да. Что я имею право жить, только если я эффективна. Это классический посыл про аборт. Поэтому я про это и спросил. Но это не только в профессиональной деятельности. Это вот и в семье у меня переложилось. Я не спорю, что это у тебя во всех сферах. У тебя, в принципе, есть понятие посыла. Да. Я имею право быть только при определенных условиях. И если эти условия... Ты просто... Вот сейчас это интересно... Как тебя зовут? Я забыла. Оля? Да, Оля. Оль, вот сейчас интересно посмотреть, как это произошло. Вспоминай. Восемь-семь лет. Может быть, девять. Что ты... Не так. Как ты начала быть эффективной, чтобы получать право быть? Как ты научилась этому? Я знаю. Я начала, грубо говоря, воплощать какие-то те вещи, которые не получались у мамы. Ага. Вот. И, естественно, и плюс еще я взвалила на себя какую-то такую ответственность, что мне нужно защитить, побеспокоиться, всем помочь. И есть еще такой момент, когда я вижу, что у меня это не получается. Вот. У меня не получается спасти проект. У меня не получается спасти мой брак. Или я беру какую-то сверхцель, которую, в принципе, человек не может сам, самостоятельно выполнить. И знаете, что делаю? Я просто удаляюсь. Вот. Я, например, не могу вырулить отношения с мужем, и я уехала на год. Я, у меня, когда я вижу, что я не могу вытянуть уже этот проект, у меня возникает желание уволиться, просто удалиться. Стой, стой, остановись. У тебя есть ручка? Или потом будешь копии переслушивать? Это на это, тут очень важно, внимание твое сейчас будет. Вот это убегаю. Это то поведение, которое нужно будет прекращать, потому что действительно есть, смотри, какая поведенческая концепция. Чтобы быть, это чисто воды транзактный анализ, кому это нужно, читайте Бёрна. Тебе тоже, кстати, посоветую Бёрна почитать. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Смотри, чтобы быть, я должна заслужить. Чтобы заслужить, надо брать на себя много. Но когда я не вывожу, чтобы не почувствовать, что я не имею права быть, я лучше убегу от этого. Да, я так и делаю. Я понимаю. И вот этот вот паттерн, надо тебе его препарировать и закончить. Во-первых, первое с конца. А сейчас кое-что сделаем. Посмотри на какой-нибудь стол, диван. Представь себе там маму, родственников, знакомых. Я хочу, чтобы ты им сказала, что ты не вывозишь, у тебя не получается, ты не успеваешь, и ты просишь им тебе помочь. Мне очень хотелось бы, чтобы я могла попросить о помощи. Нет, нет, нет. Ты их просишь, давай. Мама, папа, давай, по именам, поехали. Мама, папа, сестра, я чувствую, что все вещи, которые я на себя взваливаю, я не вытягиваю, и мне нужна ваша помощь. Что сейчас ты чувствуешь, когда ты говоришь? Какое-то ужасное ощущение некомпетентности и невзрослости, детскости, вот, если честно, какой-то детский. И что, это плохо? Ну, я, честно сказать, всегда себе это запрещала. Ну, так я поэтому и сделал этот маленький гештальт упражнение. Тебе нужно... Подожди. Это неплохо, наверное. Олечка, запоминай, потом переслушивай. Тебе нужно уметь просить за себя. Принеси мне чай, пожалуйста. Я так себя... У меня живот болит. Принеси ножку. Я сегодня так себя плохо чувствую. Сходи за меня. Я сегодня не смогу. Помоги мне, пожалуйста. Я без тебя не справлюсь. Я боюсь, что я в эти строки не уложусь. Давайте их расширим. Ты должна поведенчески просить о... Говорить о том, что ты можешь не успеть, что ты можешь просить о помощи, что ты можешь быть неэффективной, переносить сроки и просить близких тебе помочь, а не терпеть пакеты из магазина. Вы знаете, я вот только что поняла, что я до этого момента думала, что я могу справиться, но реально со многим. Практически с... Мне часто говорят, что я справляюсь с тем, с чем среднестатистический человек справиться не может. Но вот с этим мне сложнее всего. Вот это мне реально будет сложно сделать. Так в этом и есть, милая, твой невроз. Потому что ты относительно среднестатистического человека имеешь посыл, либо я это делаю сама, либо я не имею права жить. У среднестатистического человека нет такого посыла. Ты зарабатываешь право жить таким образом. Именно поэтому ты не можешь попросить о помощи. Именно поэтому ты берешь на себя, взваливаешь лишнее. Именно поэтому ты делаешь все это сама, без права на ошибку. Естественно, ты от этого устаешь, избегаешь. А нам с тобой нужно А. Осознать это. Б. Научиться просить о помощи. Делегировать. Это целый процесс. Отдавать людям право тебе помогать. Признаваться в том, что ты устала. Разрешать себе мастурб... Ну, это тоже. Разрешать... Да, я знаю, что там у тебя не очень. Разрешать себе любить себя. Ага. Разрешать себе баловать себя и делать подарок. У меня к тебе просьба. На следующую среду ты рассказываешь мне о том, какие подарки ты себе купил за неделю. Хорошо. Молодец. Я запишу. Только не за заслуги, а за безделье. За каждую просьбу о помощи маленький подарок. За каждое признание того, что ты устала, маленький подарок. За каждую просьбу тебе помочь, маленький подарок. Я буду пробовать. Да, я хочу, чтобы ты поняла, что тебя можно любить. Безусловно. Я хочу, чтобы ты поняла, что тебя можно любить и тебе не нужно зарабатывать право на любовь, право на жизнь с помощью вот этого уебства на работе и в делах. И если ты скажешь, ребят, я это не вывожу, давайте вместе. Ничего с тобой не случится. Ты право на жизнь не потеряешь. Просто ты всю жизнь этот рефлекс отрабатываешь. А что делать в случае... Ну вот, как бы так объяснить? Люди очень быстро привыкают к такому поведению, да? И вот сейчас эти просьбы, например, к тому же мужу, они будут звучать... Да, совершенно правильно. Его странно. Хорошо, что ты тему поднял. Скорее всего, придется сбрасывать большой балласт вот этих каких-то обязательств, ожиданий людей от меня. Олечка, молодец. Спасибо, что задала этот вопрос. Всех касается и тебя. Когда мы знакомимся с людьми и исповедуем с ними свои невротические стереотипы, они нас оценивают такими. Они нас другими не знают. И действительно, когда возникает процесс психотерапии и работа над собой, вот в данном случае, тебе действительно нужно будет просить о помощи, быть неидеальной, где-то не успевать, где-то филонить, где-то давать себе право на массаж, на спа, на отдых, на мастурбацию и так далее. Где-то попросить, чтобы тебя нормально потрахали, а не ты. И вот тогда это действительно у людей будет вызывать некоторое удивление, потому что они тебе такое не знают. и здесь есть такой момент, что влюблялся-то он в ту, которая все делает сама, не просит, молчит, мешки сама тащит, все сама, в коня. А потом этот конь вдруг говорит, вы знаете, я пони. А он говорит, а я влюблялся в коня, а не в пони. И действительно, тут могут быть нюансы. Поэтому тебе, ну вот обычно такие, ну клиентам своим, да, в такой ситуации, я рекомендую объяснять своим близким о том, что, ребят, я вот там была там, там-то, там-то у Алексея, я вот чувствую, что я очень сильно истощаюсь, переутомляюсь, бла-бла-бла, потому что я на себя вот это все беру, потом мне неудобняк сказать, что я не могу, и я прошу вас мне помогать, чтобы я меньше уставала. То есть тебе нужно заявить право на жизнь без, право на жизнь без условий. А ты сейчас отыгрываешь уже 30 там сколько лет право на жизнь по условиям лошадиным. Да, 31. Примерно поняла? Я поняла. Да. Умничка. Да, я поняла, но это самое, самое сложное, наверное, сейчас я так вижу, что для меня можно было бы придумать. Ну, если бы у меня была волшебная палочка, я бы посадил бы твоего мужа, твоих родителей, всех и взял бы табуретку, поставил бы тебя на табуретку и сказал бы, Оля хочет вам что-то сказать. Что бы ты сказала? Тогда я это, скорее всего, не буду ценить, если я это не сделаю. Что бы Оля сказала, если бы я поставил тебе на табуретку пенкина, словами Оля хочет вам что-то сказать, что бы это было? Ну, скажу как есть, что я немного задолбалась. Прямо говори. Что я устала и хочу почувствовать от жизни какую-то легкость и радость. И что я буду делать? Я буду менять свое поведение. Конкретнее. Что бы ты им подключала? Я устала... Продолжай. Я устала брать на себя ответственность за жизни других людей. И я хочу... Я устала разгребать все то, что другие люди разгребать не хотят. И чаще всего сталкиваться с этим самостоятельно. Дай себе право это не разгребать. Ага. Хорошо. Успехов. Мы можем этот кейс показать в Ютюбе? Да. Можем. Спасибо. Большое вам спасибо. Не за что. Спасибо большое. Пока-пока. Так. Спасибо, Оля. Хорошая концепция про транзактный анализ получилась и немножко про гештальт, и немножко про когнитивку. Тут как раз в этом кейсе был и когнитивная концептуализация, и классика транзактного анализа с посылом нибудь и гештальт эксперименты с выражением своих чувств и слов с воображаемым собеседником. В общем-то, в принципе, вот эти три основных метода, которые я использую в своей работе, я вам так или иначе попытался показать. Что здесь важно знать? Многие, наверное, удивились про аборт. Да. Ничего страшного. Не надо пугаться, удивляться. здесь все достаточно было понятно, да, что вот формируется определенный посыл на ощущение, что я лишняя, я ненужная, я мешаю, я создаю проблемы. Это не всегда связано с абортом. Это может быть связано состраданиями мамы. Например, у меня были клиенты, которые в детстве видели или даже слышали от родителей, что если бы не ты, я бы жила лучше. Вот поставьте восклицательные знаки, у кого такая есть история. Когда вот есть такой посыл, где ребенок считывает, что если бы не ребенок, я бы жила лучше. И вот подобные обстоятельства, где ребенок считывает, если бы не я, я бы жила лучше, заставляет ребенка хронически заслуживать потом право на жизнь своим определенным поведением. И вот это и есть та самая классика Эрика Берна. Вот. Ну и прекрасно. Ну и соответственно терапию я здесь обозначил. Что мы делаем? Мы об этом говорим, мы прекращаем поведенческие стереотипы, мы злимся и начинаем по факту с людьми говорить о том, чтобы заявить право на жизнь и не продолжать себя вести по-старому. То есть в принципе я от нее ждал крика такого. Но вы в принципе это услышали, только не криком. Я устала за вами подтирать жопы, я устала брать на себя всю эту ответственность я так больше не хочу. Я хочу жить. Вот что я от нее ждал. Ну и она это услышала. И я думаю, что в ней это расцветет. Спасибо. Спасибо.